Виазин и Виолин Немецкая порта Кругом немцы Сардельки, рульки, пиво Мужчины в забавных шортиках Херовенько выглядит, я вам скажу Мы приехали на родину немцам Всем здорова Мы прилетели Верлин Мы приехали на родину немцев И мы ее будем показывать Смотри, смотри, смотри Это такси молочного цвета Это уже хороший знак, очень сильно смотрится Идеально Мы никогда не были в Германии Первый раз И мы счастливы, как вы понимаете Как-как-то никогда не были В смысле? В 45-м году Это плохая штука Не вставляй ее, пожалуйста В Германии были только наши деды и прадеды Нет, не вставляйте Черт Нигде по миру не видела молочных такси Это так прикольно смотрится Мы в Берлине Каждый раз, когда прилетаешь В какой-то новый европейский город Вот последний год, по крайней мере, я замечаю Все время одна и та же картина То есть выходишь из аэропорта И вот кажется, что ты это уже сто раз видел Поэтому на данный момент мы ничего такого Прям не видим Прям, чтобы типа Вау, Германия, дастесь фантастиш Прилетели буквально-таки на 3 дня Посетим показ Риани бренда Это немецкий бренд Сейчас мы едем на примерку Потом едем покушать А потом на экскурсию по Берлину А завтра у нас все основные мероприятия Комком немцы Не немцы Прямо на экскурсию по Берлине 68 градусов сегодня Сегодня мы видим берлинскую стену Сейчас мы проезжали улицу Лейпцигерстрассе Которая во многих фильмах фигурирует И это прикольно Этого люка у меня нет еще Здесь прям после войны остались еще зона Территория американцев Территория русских Прям какие-то советский флаг висит И так далее То есть здесь прям такое Войной еще пахнет А теперь несколько моментов Чем у всех ассоциируется Германия Октоберфен Сардельки, рульки Пиво Мужчины в забавных шортиках На подтяжках Красивые домики Которые такие, знаете, немецкие Я вспомнила немецкая форта Она сказала, что у меня самая большая коллекция была в классе С рыжими почему-то большими немцами С немецкой такой речью И такое ощущение, что немцы всегда ругаются С колбасками, с рульками С пивом, наверное Даже, наверное, с футболом в какой-то степени Конечно же с порнухой Честно говоря, я никогда большого какого-то прям вот желания Приехать в Германию не испытывал Особенно как турист Может быть в какой-то программе по европейским странам Может быть в каком-то в рамках автомобильного тура Или приехать на какой-нибудь тест-драйв интересный Какого-нибудь немецкого автомобиля, например Это да Но ехать сюда специально мы как-то никогда не решались То есть и сейчас у нас возникла такая необходимость По, можно сказать, рабочей командировке Есть такая возможность познакомиться, по крайней мере, с Берлином Хочется посмотреть Рейхстаг Великую, или не великую, берлинскую стену Нам очень повезло с погодой По крайней мере, хочется так думать Сейчас на улице где-то около 20 градусов В общем, не жарко и это офигенно Смотрите, какой люк Так как я очень хочу есть Я очень хочу рульку Я понимаю, что это прям, ну, слишком жесткач Я практически не ем Во-первых, жирное мясо Во-вторых, свинину тем более Уже хрен знает сколько не ел Ну, кроме хамона Хамон не считается свининой, запомните Если периодически будет в камеру попадать такие белые волосы сбоку То, знаете, это у меня прическа растрепалась на ветрозащите самодельной Которая сделана практически из мягкой игрушки Потому что компания Sony не смогла сделать нормальную ветрозащиту Я тут решил в третий раз купить камеру GoPro И протестировать ее с каким-то внешним микрофоном Чтобы, возможно, был какой-то шанс использовать ее для видео В камере GoPro офигенно удобный вообще сам форм-фактор Офигенно удобный сзади дисплей Очень классная стабилизация видео Намного круче, чем на Sony, по которому я говорю Намного красивее картинка в светлых условиях Но очень хреновая картинка Когда уже вечереет или в каких-то помещениях все дергается Вообще просто ужасно Стабилизацию можно сразу отключать И очень хреновый звук То есть для каких-то экшен-дел, для семейных видео Для всего остального прям зашибись Но для влогов вы бы сейчас просто оплевались бы в комментариях Поэтому продолжаю снимать на камеру Sony X3000 И жду, когда уже спустя хренового тучи лет Уже выйдет наконец-то новая модель Там Sony X5000, например Сейчас мы идем на обед Наш первый обед в Германии В какой-то местный, достаточно известный, как я понимаю, ресторан И будем тестировать местную кухню Здесь автомобили такси бежевого цвета Это очень прикольно смотрится Такой цвет слоновой кости Смотрите, какое хорошее название по длине Я на немецком-то не читаю А вот таким шрифтом еще на немецком И такой длинный Фига себе Здесь очень многие люди едят рульки свиные И я сейчас точно буду есть ее обязательно Но мы же в Германии Ресторан, в который мы пришли, называется Augustiner И вот так же называется пиво Я на что покупали безалкогольное пиво И у меня безалкогольное Это безалкогольное, сто процентов Будете? Хотите попробовать? Чин-чин Даже квас более алкогольный, чем вот это пиво Нам принесли традиционные крендельки И они, как нам сказали Хлебцы? Претцели называются Претцели называются И они только из печи вроде как Вы думаете, что большие порции в Америке? Это рулька на одного Это салатик тоже Дополнение небольшое Это баварские сосисочки Сосисочки Самые традиционные С традиционных Это очень перспективно Это очень вкусно Вот эта вот кожица Она хрустящая Кто осторожнее с этим? Лучше на двоих заказывать даже Может даже на троих Это на что мне хватило Учитывая, что я был очень голодный Самое вкусное это кожа, которая сверху Внутри вы можете представить Насколько на вкус вкусное мясо То есть, ну, примерно как во всех рульках Но вот эта вот хрустящая корочка Это было просто нереально Короче, первое посещение немецкого ресторана Оставило очень приятное впечатление Еда очень сытная Очень жирная Очень мясная Очень много такого всего Навалено, большие порции Но рулька прям смогла впечатлить Именно своей хрустящей вот этой кожицей Это было очень вкусно В принципе, кроме этой кожицы Больше ничего есть не надо Я заказал себе как можно больше Зеленого овощного салата Чтобы хоть как-то Немножечко нейтрализовать Вот это вот огромное количество Мяса и жира, которое я сейчас съел И хорошо, что у меня был с собой фистал Мы приехали к достопримечательности Которую я больше всего хотел увидеть в Германии С которой у меня вообще, в принципе, ассоциируется в Германии Это Рейхстаг Ты что, издеваешься, что ли? Ты так нагло подошла просто? Рейхстаг – это то здание, на котором советские солдаты После окончания войны В день Великой Победы Водрузили советский красный флаг Красное знамя А где оно было, кстати, интересно Оно типа вот по центру где-то было? Я что-то не помню Столько фоток смотрел и не помню теперь Такие фотки разные с знамя над Рейхстагом То есть, судя по всему, знамя было установлено Одну из вот этих вот фиговин куда-то вот туда Представляете, какая здесь энергетика? Удивительно быть сейчас в современном мире И ключевое слово здесь – мир в Берлине А это тот город, до которого дошли русские солдаты Сражается наша Родина Происходило где-то вот здесь Я не могу, честно говоря, понять Судя по фотографии Вот на каком-то вот из этим вот пике Таком супер красивом Таком вот все прям из лепнины который По-моему, не на одном из больших А на одном, наверное, из маленьких Судя по всему Я вот всегда представляю Рейхстаг Дорисовывал себе всю остальную картинку Помимо вот этого основного здания Так вот, чтобы вы сегодня дорисовали Я вам покажу, что находится вокруг Рейхстага Вот это, собственно, здание Рейхстага самого Внутри оно, кстати, очень современное Там очень много чего переделали Туда можно взять экскурсию Можно купить билеты Можно подняться наверх И там много прям вот реально каких-то прикольных вещей И оттуда, как я понимаю, вид еще прикольно открывается Собственно, какие-то современные здания Все постройки какие-то государственные здесь То есть какие-то здания парламента, наверное, какие-нибудь мэрии И что-то наподобие вот этого Дальше мы смотрим Дальше такая большая лужайка Очень похожа на футбольную площадку Еще какое-то здание вдалеке Ну и, собственно, все Так как сегодня у нас программа максимум Нужно успеть все то, что невозможно успеть Я вам все так быстренько Все основное Немецкие солдаты У них как будто бы экскурсия здесь Причем В Рейхстаг подняться мы, конечно, не успеем Но я должен Рейхстаг потрогать Просто потрогать Слушайте, я не знаю, что это такое Это так похоже на пылевые отверстия Вот это вот все Либо это специально так сделали То есть как будто бы он обстрелен был Ну это, наверное, просто отделка камня такая Но очень сильно напоминает пули Рейхстаг обязательно должен потрогать Кажется, человек, который приезжает в Берлин А то один мальчик не потрогал рейхстаг И никто ему не поверил, что он был в Германии Шарманка настоящая, офигеть Как? Просто попугай, шарманка Вообще такой сериализм Очень круто А еще здесь все платные туалеты Нужно заплатить 50 центов Если ты попробовал немецкое пиво То ты попадаешь в очень дурацкую ситуацию Мы пришли в место, которое называется Мемориал памяти погибшим во время нацистов, цыган Признаюсь, хотел найти в этом мемориале В этой водичке монетку Но обычно все кидают монетку Если бы здесь лежало спасительные 50 центов То мне бы стало намного проще жить После того, как я оплатил бы этими денежками туалет Это очень важно для меня сейчас Намного важнее, чем все остальное Вот так вот выглядит этот мемориал Представляете? Во всем Вот в этом вот Водном пространстве Нет ни одной монеты Ни одной Ни на середине Нигде Ни один человек не догадался Кинуть сюда монетку почему-то Странно Еще одна достопримечательность Которая находится прямо рядом с Трехстагом Буквально 200 или 300 метров Это Брандербургские ворота Вид сзади, как вы понимаете Там какая-то колесница с лошадьми Находится на верхней части И... И, собственно, все Что я хотел вам сказать об этом Еще недавно до реставрации вот этих ворот Можно было проезжать на автомобиле Прям вот так вот, прям сквозь них Очень узенько было, кстати, для автомобилей Тут какая-то движуха на площади Прям такие люди в форме Оркестр какой-то военный Ворота тоже нужно потрогать Ну, прикольненько, что я могу сказать Наверное, здесь с экскурсоводом Было бы прикольнее, чтобы он все рассказывал Хотя бы в таком вот В режиме На ускоренной, короче, перемотке То отлично Короче, схема такая, чтобы сходить в туалет Нужно вставить свою кредитную карту Соответственно, после этого вы снимаете денежку Потом есть аппарат следующий, в котором вы меняете это все на мелочь Потом в эту мелочь вставляете Вот в тот турникет и проходите в туалет Мы попали в какую-то очень красивую подворотню Круто! Смотрите, как почтовые ящики выглядят Да-да, это все почтовые ящики И вот это вот тоже Пророждение искусства, считайте С каким-то серьезным лицом, с полной самодачей Спокойный, милый город Даже в каких-то туристических местах Ты не чувствуешь себя Вот как будто ты в какой-то супер инородной среде То есть, например, если ты в Барселоне рядом с какими-нибудь саградой фамилией Понимаешь то, что там вообще просто никто тебя не видит, все сквозь тебя ходят То здесь, если даже в толпе людей на людной улице Если ты остановишься и будешь фотографировать То все будут останавливаться, обходить тебя То есть, даже если реально будет достаточно плотный поток людей Все очень вежливо, все очень уступчиво Может нам пока так везет, но по крайней мере после первого дня Учитывая даже, что мы после аэропорта Учитывая, что мы уставшие Учитывая, что я в машине буквально засыпать начинаю через 30 секунд Потому что очень не выспался Но все равно атмосфера такая очень даже позитивная, дружелюбная В общем, мне нравится Такая витрина, чисто магазин Магнит Все по 10 рублей Я не могу сказать, что здесь прям вот круто Каждый должен сюда приехать Прямо обязательная точка для посещения и так далее Нет, просто по энергетике спокойный, приятный городок Если будет проездом, если будет такая возможность Есть какая-то рабочая поездка Или какое-нибудь путешествие по Европе То вполне можно заехать просто для галочки, поесть, погулять Увидеть Рейхстаг, например, как я это планировал и сделал наконец-то Мы приехали к Берлинской стене наконец-то Это одна из таких главных достопримечательностей, которые я очень хотел увидеть И, собственно, видел своими глазами Ее можно потрогать, что немаловажно Сверху стена сделана немножечко закругленной Чтобы, как нам сказали, нельзя было перекидывать какие-то крюки и прочие приспособления, чтобы перелезать Ну, конечно, люди перелезали, но им это жизнь, конечно, усложняло Самый популярный участок, это где как раз поцелуй Брежнева с каким-то канцлером, я не знаю с кем Ну, то есть, типа, вот там спокойненько, так, здесь спокойненько И вот такая толпа стоит вот именно на этом месте А почему-то она стала вот таким, самым, самым, типа, культовым Чтобы сфотографироваться на этом месте, нужно отстоять прямо очередь Вот они просто люди по очереди стоят по каждому пару секунд буквально, чук-чук, пока его не закидали ничем Сейчас эта стена называется East Side Gallery И, в принципе, это галерея искусств, можно здесь идти как по выставке и смотреть работу различных стрит-арт-художников, наверное, каких-то Или не просто стрит-арт-художников, а просто художников Местами она, соответственно, прерывается Не сказать, что прямо здесь вот, типа, обязательно должен каждый побывать Но все-таки каждый побывать здесь должен, наверное А, здесь много людей, аааа Они сейчас стоят в очереди для того, чтобы сфоткаться на фоне Брежнева, ааа О, вот эта инсталляция, это, смотрите Смотрите, какая стена, узкий бетонный забор и сверху такая какая-то половинки труб накидана 155 километров 155 километров она была? Офигеть! Вот теперь впечатляет! Смотрите, какая машинка офигенная Кайф! Какая она шикарная! Я даже не знаю, как она называется, честно говоря, буква F какая-то у нее Интересно, вроде находимся в Берлине, но очень многие улочки, очень многие какие-то скверики Похожи на Москву Более того, здесь есть проспект, который раньше назывался проспект Сталина или как-то так Так это просто вылитый Ленинский проспект или, например, Кутузовский проспект Очень похожие здания И какие-то спальные районы то же самое То есть вот времен построек послевоенных и вот эта вот стилистика такая советская Очень-очень сильно напоминает Москву И прям иногда складывается ощущение, что ты едешь по какой-то прям реально знакомой улице А местами это напоминает Париж, местами, может быть, какие-то другие города Ну, какое-то наподобие что-то смеси Парижа, наверное, и Москвы, как это неудивительно Я думал, что к немецкому языку привыкнуть невозможно То есть он такой прям вот грубый, жесткий, такой, не знаю, угловатый А сейчас, находясь здесь второй день, ты уже понимаешь, что, блин, нормально слушается Нет вот этого какого-то типа немецкого какого-то жесткого вот этого звучания Как-то все-таки привыкаешь, адаптируешься и тебе очень комфортно его слушать Такой прям мурлычет что-то и нормально Мерседес Бэнс Фэшн Вик, Берлин Зацените, какой красивый сегодня Мы приехали на Мерседес Бэнс Фэшн Вик на показ Риани Это немецкий бренд Янука сейчас будут на красной дорожке ходить Это припати Оскар Показы это, конечно, всегда круто Круто оно тем, что мне, в принципе, пофигу, что одета на девушках Но когда модель идет по подиуму, это зрелище, которое вот прям вот хочется смотреть Именно поэтому я люблю показы, потому что они как небожительницы какие-то, как богини как будто они летят То есть это очень красиво Не знаю почему Вот именно я люблю наблюдать за моделями на подиуме Это классно Мы сейчас едем на автопати Камеру, скорее всего, я не буду брать Наш свет будет плохой, ничего слышен не будет, поэтому... Самое вкусное место, которое мы для себя открыли в Берлине Я просто не могу обойти это стороной Это ресторанчик итальянской кухни, который называется Мама Монти И в нем готовят, на мой взгляд, самую лучшую пасту, которую я пробовал когда-либо в жизни Паста с лисичками, трюфельным маслом и делается это все внутри твердого сыра Это нереально вкусно Вкуснее пасту я не ел нигде, никогда И думаю, что больше нигде я такую вкусную пасту даже не попробую Поэтому я очень рекомендую зайти в это место Это место достойно, мне кажется, трех звезд Мишлена Просто исключительно даже за эту пасту Рядом с нашим отелем есть церковь, мемориальная церковь императора Вильяма Которая в 43-м году была разрушена при бомбежке союзных войск Ее сначала хотели перестроить, но потом решили оставить в том виде, в котором она есть после бомбежки Мне сейчас только что рассказали, что станция Зу, ну и вообще этот район, ну вообще район зоопарка Он считается районом детей наркоманов Жестко звучит, но это как-то так Вот, а еще мне Фарид сказал, что есть даже фильм такой, называется «Дети района Зу» Или станции Зу, ну как-то так Ну здесь прям такая суровая реальность Мы сейчас прошли под каким-то мостом, вот где ходят поезда, вот под этим вот мостом И там прям много бомжей таких спальных мест, прям реально Они спят, там херовенько выглядит, я вам скажу Вот совсем рядом с этим местом находится музей, фонд Хельмута Ньютона Это фотограф такой фашистский И я сейчас тяну Женю с собой на выставку Потому что ему тоже надо, просто он еще этого не знает Я просто больше люблю снимать, чем смотреть, как другие снимают Это было круто Мы сходили на выставку Хельмута Ньютона Я, честно говоря, хотел вместо выставки пойти просто гулять и смотреть окрестности Чтобы что-нибудь наснимать Но на самом деле очень рад, что мы сходили на выставку Потому что, честно, вдохновился Мы уже последние годы, наверное, года три, наверное, уже не занимаемся съемками Но только то, что нужно нам непосредственно И сейчас мы поняли, что очень сильно по этому соскучились Потому что фотографии прям вдохновляют, заряжают Мы понимаем то, что это прям наше Когда-то из-за того, что можно зарабатывать денег больше Можно заниматься другими какими-то направлениями деятельности, бизнеса Мы поняли то, что фотография, наверное, нам уже не приносит того, чего хотелось бы А сейчас мы что-то подумали Блин, а может быть периодически вернуть съемки А может быть опять как-то к этому хотя бы немножечко вернуться Хотя бы процентов на 10, на 20 И что-то внутри, наверное, было бы на месте после этого Просто офигительный музей, экспозиция Куча вдохновения И вообще Женя такую мысль сказала Что чтобы быть хорошим фотографом, нужно, наверное, очень плохую жизнь прожить Ну, сами понимаете, вечеринки, женщины Все-все-все вот это вот казалось бы грязное Но все равно то, что подано эстетично, оно восхищает, вдохновляет И притягивает Мысли у меня сейчас такие Хочется вернуться обратно к съемкам Найти каких-нибудь моделей, которые меня будут опять вдохновлять И опять начать снимать Просто когда в тебе это живет, а в нас это живет 150% Да, здесь прям рядом с музеем Так себе райончик На фоне меня сейчас находится очередь В которой стоят, как я понимаю, такие асоциальные типы Бездомные, может быть, малые муси Может быть, какие-то, не знаю, наркоманы и прочее Какой-то там крест, может быть, это церковь там какой-нибудь, там Святой Анны Раздает, наверное, еду, может быть, какую-то благотворительную помощь Мы здесь трешак, честно говоря, вокруг вот этого всего На мой взгляд, это не очень хорошая тема Раздавать еду вот этим вот людям Очень много людей, которые реально в этом нуждаются Которые по другим причинам, так скажем, плохо себя чувствуют В плане еды, продуктов, воды элементарной и прочего Мне кажется, лучше помогать реально нуждающимся людям Чем людям, которые живут на улице по своей воле Все стоят нормальненько, все на своих ногах Пришли с руками, все на месте у них То есть вполне могли быть полезными общество Но они убирают этот путь И, блин, находятся те люди, которые им, по сути, в этом способствуют То есть помогают с ночлегом, помогают с едой, помогают еще с чем-то Это же неправильно, ребят, деньги кидают вот этим людям Вы что, хотите, чтобы у нас вот в городах было вот дофига вот этого грязи вот этой? Ну, нахера оно нужно? То есть если они будут понимать то, что им не дают деньги Если они будут понимать, что их никто не поддерживает То их просто не будет, потому что им будет это, ну, невыгодно, так скажем А если вы хотите кому-то помочь, то помогите детям, старикам Помогите животным, наконец Мне намного больше жалко животных, чем вот этих вот людей Которые уже слово люди как-то не очень, мне кажется, подходят Так что как бы это не звучало, наверное, может быть, плохо там с какой-то стороны Но, на мой взгляд, город должен оставаться чистым И если люди выбрали социум, то они должны жить в социуме Если люди пошли против социума, то они должны жить где-нибудь в лесу Строить себе избушку, добывать пропитание, сжечь костер Вот так вот резко у нас закончилось наше берлинское путешествие И мы едем домой на вот этом молочном такси Шикарно! Ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы Исправляйте меня, если я что-то наговорил не то И сорян, что выпуск такой получился опять скомканный Но реально, когда много времени, много дел, много встреч Вот, ну, не получается сделать что-то прям нормально и интересно Это когда я хожу там по природе Вау, как круто, какие горы, давайте сюда залезем, давайте там посмотрим То да, а вот когда ты просто в европейском городке Ну, ну, немножечко не так все получается, как хотелось бы Но я в деревенском выпуске все наверстаю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok